Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, и я приветствую вас на канале Процветок. Покупка растений в конце сезона может показаться хоть и рискованным, но вполне выгодным мероприятием. Особенно цены падают в конце сезона в интернет-магазинах. Это понятно, ведь остатки товара необходимо распродать как можно быстрее, потому что их невозможно хранить, их надо либо посадить, либо выбросить. Поэтому интернет-магазины зачастую идут навстречу покупателям, делая чрезвычайно выгодные предложения. Однако же покупатели, особенно продвинутые, зачастую переживают, в каком же виде в мае месяце, например, в конце мая может прийти посадочный материал, да еще и в посылке. Возьмем самый экстремальный вариант. Посылка к вам пришла в понедельник, вы заказали материал, а ближайший срок посадки может быть только выходным. Каким же образом правильно поступить, как правильно сделать заказ и как не ошибиться? Конечно, в первую очередь необходимо обращать внимание на те растения, которые продаются в контейнерах. Контейнер надежно укрывает корневую систему, упаковку интернет-магазин, как правило, обеспечивает достойную ту, которая не позволяет выпривать этим растениям. Хранение растений вот в таком вот виде до двух-трех недель в темноте, в коробке, как правило, для многолетников не представляет никакой угрозы. Особенно это касается хвойных кустарников. Лиственные кустарники чуть более подвержены порче в полном роспуске листа. Однако же и они вполне могут прийти с охранными к вам домой. Другое дело луковицы. Задержать рост луковиц в условиях склада, большого склада магазина вполне возможно. Их всего-навсего необходимо охладить. Однако, если посылка к вам шла 2-3 недели, вы можете обнаружить, что посадочный материал уже пророс и пришел вам вот в таком вот виде. Что необходимо сделать для того, чтобы его сохранить? Если срок хранения этого материала не превышает 4-5 дней, ну максимум неделю, увлажните немного торф, раскройте пакеты, оставьте это в прохладном месте и ничего с этими растениями не сделается. Они вполне доживут до срока своей посадки. Это касается и георгин, особенно георгин, которых срок посадки может быть и начало июня, даже еще лучше, ведь эти южноамериканские растения очень боятся заморозков. Это же касается пионов, это же касается лилий, лилейников и всего большого ассортимента луковичек. Что касается луковичных, которые хранятся с чешуйками, они к вам могут прийти вот в таком вот состоянии, вот с такими ростками. И на самом деле они еще неделю, а то и две прекрасно пролежат в условиях прохладной комнаты, да даже и теплой. Ничего с ними не случится, вы вполне можете заказывать подобного рода материал. Гораздо сложнее обстоят дела с плодовыми и декоративными лиственными кустарниками, которые реализуются не в контейнере. То есть они были выкопаны, упакованы, но они считаются с голым корнем. Ведь необходимо постоянно увлажнять эту землю, что и делает склад интернет-магазина для того, чтобы не высохло растение. Как видите, даже за тот небольшой период времени, пока материал находился в посылке, он успел проснуться и здесь началась вегетация. В отношении таких саженцев самым верным способом является их посадка в контейнеры. Подберите контейнер по размеру в соответствии с корневой системой этого саженца. Засыпьте его, посадите так, как будто бы вы садите этот саженец в грунт. Если погода стоит теплая и вы, конечно же, поливаете это растение, ухаживаете за ним, необходимо обработать его фитостимулирующими материалами, всевозможными препаратами, которые усилят иммунитет, улучшат приживаемость и сохранность этого растения. Даже за неделю, весенний период, это растение может уже начать укореняться и активно расти. В этой связи имейте в виду, что вот такое посаженное растение, возможно, вам придется оставить до осени, до окончания его вегетации. Вы можете его в таком виде в контейнере вывести на дачу и для того, чтобы не бояться, что оно высохнет, посадить его на то место, где оно предполагается к росту, непосредственно в контейнере, вместе с контейнером. Потому что нарушение целостности корневой системы в момент активного роста может привести к самым неприятным фатальным последствиям. Поэтому посадите его в горшок, держите его дома столько, сколько хотите, потому что уже оно растет, уже оно живет, уже оно там укореняется. И вы его привезете и посадите уже только осенью без этого контейнера. Все остальное время он будет находиться в контейнере. Чтобы обеспечить сток воды, вы должны убедиться, что в контейнере достаточно крупные отверстия, для того, чтобы после дождя в вашем контейнере не образовывалось болото. Все-таки конец сезона это очень удачный период для того, чтобы приобрести большое количество растений по не такой уж и большой цене. Вы можете найти даже редкие, даже очень дорогие сорта по вполне доступным ценам. А заодно я покажу вам вот этот замечательный, удивительный сорт сирени. Он называется Сенсация. Обратите внимание, что у него лепесточки обрамлены белой каемочкой. Это довольно необычно, не так много таких сортов. Обратите внимание, что этот сорт может давать вот такие вот веточки с уклонениями. Поэтому у вас может получиться дерево, на котором есть и цветки типичные этому сорту, и вот такие вот белые. Также он может выщиплять цветки совершенно с сиреневым цветом лепестков, без всякого обрамления. Это довольно любопытно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова